Здравствуйте, коллеги! Меня зовут Ольга Воблова, я менеджер по инсектицидам. Я хочу вам сегодня рассказать немножко про вредителей подсолнечника. Основным вредителем, наносящим самый большой урон последние годы, у нас является хлопковая совка. Для того, чтобы понять, когда же нам с вами приступать к обработке, можно воспользоваться феромонной ловушкой. Это самый простой способ мониторинга. Феромонная ловушка выглядит просто как картонный домик. В ней внутри располагается феромонный диспенсер, на котором нанесен феромон. Он привлекает самцов бабочек хлопковой совки. Вот здесь вы видите как раз самцов. Это говорит о том, что начался массовый лед. Массовый лед чаще всего совпадает с началом яйцекладки у этой самой бабочки. В дальнейшем произойдет отрождение и гусеница будет повреждать наш с вами, нашу с вами корзинку. Чего нам с вами ни в коем случае нельзя допустить, поскольку в этих повреждениях будут развиваться гнили корзинки, которые испортят наш с вами урожай. Здесь вы видите чистые красивые корзиночки у нас, поскольку тут проводилась обработка амплига и гусеницы младших возрастов были уничтожены еще до цветения. А сейчас мы с вами пойдем на участок, на контрольный, где этой самой обработки не проводилось. Вы видите повреждения хлопковой совкой, нанесенные еще до цветения. Часть из них подсохли, а часть из них, более глубокие, в них уже поселились грибы и при благоприятных условиях, при наличии осадков или повышенной влажности воздуха, здесь будет развиваться корзиночная гниль. Соответственно, мы не получим хороших семечек с этой корзинки. Если хлопковая совка на подсолнечнике появляется до цветения, то абсолютно необходимо ее убрать в этот момент по нескольким причинам. Во-первых, мы таким образом не будем негативно влиять на пчел, которые будут опылять наш подсолнечник и не допустим повреждения корзинок. У нас получатся вот такие красивые корзиночки, совершенно чистенькие, и в дальнейшем на них, соответственно, не будет развиваться корзиночные гнили.